Народная славянская радио Добро пожаловать! Народная славянская радио 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 Но хоровод проветривает. А также дело в том, что на основе предыдущих сессий и опыта хоровода появляется мантика. Я в этом ни черта не понимаю, но она, по-моему, моей воле... Ну, я не против, конечно. Звучит еще интересно. Объяснить не могу. Ну, зато рассказывай. Да, да, я и рассказываю. Можно не только внутри хоровода, но и после него, оставляя этот ритм этой считалочки или этой присказки, простейшей вроде бы казалось, но оказывается имеющей безумное огромное значение. Проветривать себя в любой точке... То есть хоровод вводить можно не только на улице, не только 50 тысяч человеками. Ты его можешь введить один. И он в зависимости от необходимости или желания вести этот хоровод, в него физически присоединяются люди. Вот так, вкратце, чтобы вводить передачу в сторону. Большего пока не могу сказать, не понимаю. Буквы с хоровода понятны. Ну, это все. Ну, вот я фактически вам только что... Ну, вот был же вопрос о практике применения. Да, да, да. Вот это она и есть. Ну, например, ну, как-то вот возникла конфликтная ситуация, в которой, ну, словами сказал, ну, как-то плохо, конфликт не разруливается, да, ну, потом, я не знаю, заточил карандашик, сказал крек-фек-фек, сбросил в огонь, ну, у нас был предмет магия, да, не сработало, а провел хоровод, сработало. То есть подошел, да, посчитаемся, да, раз, два, три, четыре, пять, и все, и получилось. Рассказать, как это было в натуре... Не надо, это очень долго будет. Ну, вот, да. Ну, понятно, понятно, применение есть. Аллегорическое, да, аллегорическое. Ну, это на самом деле, то есть слова и ритм тот же, а как он производится, и как он в вас производится, ну, это уже, как говорится, вот, подробности, которые письмом. Такая хороводная магия, получается. Да, я удивился. Хорошо. Я лично очень восхищен. Что люди говорят, что, какие в колуарах разговоры, о чем мыслите? Как умыслите? Ну, мыслим, что слово твердо. Об этом, собственно говоря, все время и говорим. В основном, ну, идет взаимообмен. Дело в том, что, ну, в силу вселенского устройства или в силу еще других причин, мы же говорим на разных языках все время. Хотя, ну, основополагающий язык русский, а говорим на разных. И вот, вот, для меня лично вот эти разговоры очень важны для того, чтобы попытаться свести это в единый. Ну, вот. Уложить по полочкам, да? Не только уложить, да, уложить по полочкам, само собой. Ну, как-то вот, если мы обсуждаем какую-то проблему или ситуацию, да, и нас, ну, вот, у нас перемена, и мы, у нас много человек, и мы все очень с друг другом, ну, связаны уже, можно сказать. Мы связаны с первой сессией, с кем-то меньше, с кем-то больше, эта связь вот увеличивается. Это вообще объяснить крайне сложно. То, вот, и о чем бы разговоры ни шли, они, в общем-то, все идут вот практически об одном и том же разными словами. И мы таким образом, знаете, как взять сито, и вот, допустим, мы в нем, ну, гречку будем просеивать или песочек будем просеивать для разных задач, получим разные фракции. Вот мы являемся же ситом и являемся же и песочком. То есть, и каждый из нас по-своему укладывает вот эти кубики, фрагментики, осколочки этого знания, которое приходит от преподавателя, от, когда он говорит откуда-то извне, в единую, как бы, систему. Ну, не как бы систему. Систему. Да. Вот об этой люди и говорят. Ну, атмосфера, наверное, какая она, принужденный, все такие задумчивые сидят. А ты знаешь, вот сказал там препод, а я с ним не согласен, а давай подумаем. Нет, ну, у нас, как бы, ну, если хоровод – это постоянный смех, вот откуда еще вентиляция берется, да, ну, там бесконечный смех, то на самом занятии смех фрагментарный. Все-таки надо же иногда преподавателю что-то сказать. О чем-нибудь пошутить, да? Да, о чем-нибудь пошутить. Дальше, как бы, все достаточно, ну, вольно. Вот такое слово будет. Хорошо, атмосфера ясна. Ну, и давай, наверное, в заключение пожелаем что-то нашим зрителям и радиослушателям. Что ты, как человек уже второгодник просветленный, да, с новым взглядом на мир, оторвавшийся на какое-то время от глуши, от лосей, от медведей, от кабанов, все-таки можешь пожелать нашим зрителям и радиослушателям. Будьте здоровы. Крата сестра таланта. Друзья мои, будьте здоровы. Благодарю тебя за столь интересное общение. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Добро. Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Субтитры создавал DimaTorzok